Здравствуйте, уважаемые товарищи, мои студенты, чужие студенты, гостью нашей, увы, а может быть, к счастью, слегка заснеженной столицы. Значит, у нас что с вами? У нас с вами скоро идет конец курса, и значит, у вас будет второй экзамен. Сегодня, хочу выразить свое удовольствие и неудовольствие по поводу миттер. Думаю, что некоторые из вас могли бы получить баллы повыше. Меня приводит в истинное недумение результаты их циандра и амины, честно говоря. Но искренне рад за нашего минского товарища, господину Калиду. Молодец. Поздравляю. В общем, те, кто прошел, поздравляю. Те, кто не прошел, прямо вот даже, вы знаете, что бы я сказал, но не на камеру и не под запись. А сегодня мы продолжаем с вами изучение высшей математики и конкретно готовимся к решающему броску. Это экзамен, который у вас будет уже final. Он у вас будет, кажется, 16-го, насколько я знаю, хотя я могу ошибаться. И, по-моему, все-таки Марита с Наташей прилетают к вам в гости. И поэтому это будет, как говорят немцы, ахтунг, ахтунг. И поэтому давайте с вами все-таки готовиться нормально. Вот. И вот, что я для вас приготовил. Значит, задание первое. Давайте сейчас я красиво все это сделаю. Итак, первое задание у вас такое. Пользуясь определением, найти производную функцию в заданной точке. Так, у нас с вами есть функция y равно sin2x. Есть у нас точка x нулевое. Это π на 4. Напоминаю, что в английском это π. И пользуясь определением именно, а не техникой дифференцирования, а определением, подчеркну еще раз, нужно найти производную. Итак, как же мы находим производную по определению? По определению это пределы отношения прироста функции к росту переменной. То есть y' это не что иное, как предел. Δy как Δx при Δx стремящемся к нулю. Это квазическое определение. В общем, оно, по-моему, единственное, другого и нет. И нужно вот из него исходить. Давайте начнем с того, что функция у нас f от x это sin2x. А вот f от x плюс Δx это у нас будет равно sin2x плюс Δx. То есть мы добавляем к x инкремент Δx. И тогда у нас это получается sin2x плюс 2 Δx. Вот это вот f от x плюс Δx. Тогда инкремент функции Δx это равно f от x плюс Δx минус f от x. Вспоминаю сразу одного из вас, который вечно орал. Дайте мне формулу, я все решу. Там невыотворимый напоминал Архимеда, который тоже кричал. Дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Или что-то такое он кричал. Да, не будем пальцем показывать на хладнокровных. Так, и у нас что получается? Получается sin2x плюс 2 Δx минус sinx. Это известная трагометрическая формула. Это 2 sin альфа минус β пополам на косинус альфа плюс β пополам. То есть получается 2 минус. И поехали. 2x плюс 2 Δx минус. Ну и после всех очевидно, что эти 2x уходят. Получается 2 синус. Эти двойки сокращаются. 2 sin Δx умножить на косинус 2x плюс Δx. Как обычно, прошу сначала перед каждым заданием процесс на паузу пытайтесь решить сами. Вот. Ну вот, получилось такое несложное выражение. Нам пока помогла тригонометрия. А пока помогла. Вот. А теперь переходим уже к анализу, к матанализу. Непосредственно. То есть таким образом y' будет равно лимит Δy на Δx при Δx тремячемся к нулю. Δy мы с вами только что получили. Напоминаю, что писать нужно очень тщательно и очень подробно, показывая экзаменатору каждый свой шаг, откуда что вы получили. Это вам даст некоторые преимущества. Во-первых, вероятность совершения автоматической ошибки резко падает. Итак, вот мы пришли к такому выражению. Ну, в общем, давайте с вами вспомним, что у нас, когда Δx тремится к нулю, то вот это вот выражение у нас можно заменить на эквивалентную. Вот это Δx. Соответственно, Δx и Δx у нас сократятся. Двое к падению у нас за знак лимита. Получается 2 лимит Δx тремится к нулю на косинус 2x плюс Δx. Так или нет? Δx у нас тремится к нулю, поэтому это у нас штуковый на 9 нулю. И это получается 2 косинус 2x. Вот, в общем-то, то, что нам и требовалось. Мы получили с вами производную этой функции, синус 2x. И по технике дифференцирования, вот так оно и получается. На нас просто найти не только производная по определению, но и ее значение в точке π на 4. Это очень просто. Значит, у штрих от π на 4 это равно 2 косинус на 2π на 4. Получается 2 косинус π пополам. Напоминаю вам, что косинус у нас всегда ассоциируется с чем? И вот этот знаменитый тригонометрический круг. Это иксы, это иксы. И если у нас, что это у нас 0, это π пополам. Это что? π. Это 3π пополам. Соответственно, это 0 и 2π одновременно. Так вот, смотрите, если у нас π пополам, то точка находится здесь, на оси ой. А значит, любая точка, лежащая на оси ординар, то есть на оси ой, она, ее х равен 0 всегда. Это означает только одно, что это получается 2 умножить на 0, то есть равно 0. Вот и все. Это было первое такое разогревающее упражнение, вернее задание. Переходим к следующему. Ну, давайте. У нас номера все равно, я потом путаю ее уже, потому что забываю, что был номер. Поэтому просто меняет цвет. Менялся цвет или нет? Поменялся. Итак, следующее. Начинаем высчитывать производную же технику дифференцирования без определения, а по технике. Итак, у нас есть вот такая производная. Значит, 5 тангенс х минус х. Вот просто найти производную эту функцию. Ну, во-первых, пизерку за знак прайма вытащить можно. Прайм по-английски это вот штрих, то есть производная. Мы можем ее вытащить, потому что она константа, умноженная на какие-то переменные, поэтому ее производная не равна нулю. Если бы она одна в сторонке стояла, другое дело. А поскольку она умноженная на вот эти вот штучки, иксовые, значит, она просто выходит за знак прайма. И получается, что это тангенс х-штрих минус х-штрих, потому что производная от суммы равна сумме производных. Ну и это, в общем-то, очень легко. Это получается 5 умноженное на 1 деленное на косинус квадрат х минус, и производная от х равна единице. Только вот так, конечно, да? Поехали дальше. Это получается 5. И вводим к общему знаменателю. Получается 1 минус косинус квадрат х деленное на косинус квадрат х. Так? Но единица у нас, это тригометрическое основное толщество, это, значит, можно представить как 5 на косинус квадрат х плюс синус квадрат х минус косинус квадрат х. И все это деленное на знаменателе косинус квадрат х. Как видите, это у нас уходит. А синус квадрат на косинус квадрат х дает тангенс квадрат х. То есть получается 5 тангенс квадрат х. Напоминаю, что в анагрузочной литературе тангенс пишется вот так вот. Поэтому, когда вы будете писать экзамен, не забудьте его так поставить. Следующая у вас производная. Достаточно простая тоже. Надеюсь, что простая для вас. Это 2 в степени х квадрат. Вот такая вот производная. Это сложная производная. Почему? Потому что здесь не просто показатель степени х, а х в квадрате. То есть какая-то функция. Мы с вами знаем, что производная от степенной функции вот так вот напишем. Х квадрат равно у. То есть получается, что это производная от 2у. Так или нет? То есть получается 2 в степени у на натуральный алгоритм 2. Но поскольку у у нас зависит от х, как мы видим, значит, мы должны еще умножить на у штрих. Но и в самое время подставлять вместо у получается 2 в степени х квадрат, умножаем на натуральный алгоритм 2 и производная от х квадрат. Производная от х квадрата – это 2х. 2х на натуральный алгоритм 2 и на 2 в степени х квадрат. Вот что это такое. Но если хотите, можно, например, куда-то столкать, но не знаю, нужно ли это сделать или нет. Ну, в общем, можно так и оставить. Значит, 2 в алгоритм 2 умножить на х на 2 степени х квадрат. Вот такая вот у нас получилась симпатичная производная. Следующее давайте сделаем. Производная. Производная такая. Не производная, а функция такая. х квадрат умножить на е в степени х. Во-первых, нужно понимать, что это у нас случай, когда у нас у на в. Это у штрих в плюс в штрих у. В ваших лекциях эта формула дана. Поэтому можем запросто это все делать. То есть получается, это х квадрат штрих на е в степени х плюс е в степени х штрих умноженное на х в квадрате. А производная от х квадрата, я надеюсь, вы понимаете, это 2х. А производная е в степени х это сама же она, ех умноженное на х квадрат. Можно х умноженное на е в степени х вытащить от скобки, получится 2 плюс х. Вот такая вот производная получается. Дальше поехали. Тут у меня из-за нашей акции некоторые такие чудесные стали писать комплименты. Боже что мой! От вас в жизни не дождешься и слова хорошего. Не то, что слова взгляда хорошего не дождешься, а тут прямо и это, и пятое, и десятое. Я прямо читал и мед пил. Да. Мед, правда, с послевкусием, но ничего. Ничего. Следующая у нас есть такая функция. Посмотрите, пожалуйста. Это х в кубе на арктангенс х. Его нужно производить. Опять-таки, это у на в. То есть у штрих в плюс в штрих у. Уже не буду писать, по-моему, понятно. То есть это х в кубе штрих я умножаю на арктангенс х плюс арктангенс х штрих я умножаю на х в кубе. Производное от х в кубе – это легко. Это 3х в квадрат на арктангенс х плюс х в кубе – это вот это. А производное от арктангенса, если мне не изменяет память, это 1 на 1 плюс х в квадрате. Ну, если очень хотите, можно вытащить х в квадрате за скобки. Если вам делать больше нечего, ну, пожалуйста, получается 3 арктангенс х плюс х деленное на 1 плюс х в квадрате. Ну, если хотите. Если вам понадобится, допустим, если вы настроите график этой функции, его можно запрещать построить, и нужно будет найти критические точки, то нужно найти производный, прорывание с к нулю, да? Тогда это действие, конечно, понадобится. Следующая. У нас есть вот такая функция. Так, это х на корень из х умноженное на 3 логарифм х минус 2. И вот просят найти производную этой функции. Опять-таки, это давайте перепишем вот это, чтобы легче было. Это х в степени полтора. Надеюсь, вы понимаете, что корень из х – это х в степени 0,5. Здесь он соединится. И я надеюсь, что господин Калейдер помнит, что х в степени альфа умножить на х в степени бета это равно х в степени альфа плюс бета. Поэтому это 1 плюс 5, это будет 1,5. Так, умножаем на 3 логарифм х минус 2. Я пока еще не начал находить производную, я просто чуть-чуть переписал, чтобы мне было удобнее. УВ, то есть это у в степени альфа плюс в в степени у. Получается, это х в степени полтора штрих на 3 логарифм х минус 2, да, плюс х в степени полтора на 3 логарифм х минус 2 штрих. Поскольку вы должны помнить, что х в степени альфа штрих это альфа на х в степени альфа не соединится, то это получается полторушка у нас выходит сюда, 3 вторых. А полтора от нее за день это будет что? 0,5. То есть так вот получается. Так, и умножаем мы это на 3 логарифм х минус 2. Здесь же у нас получается плюс х корень из х, это вот х в полтора. И производная этого. Это все равно, что производная этого минус производная этого, правильно? Но производная двойки будет равна 0, потому что это просто константа, не умноженная на какие-то х и так далее. Она сама по себе, поэтому ее производная равна 0. А производная этого, это 3 деленное на х. Так? То есть тройка у меня пойдет вот сюда, она так и останется в числительных, а вот х сюда пойдет. И х у нас сокращается, как вы видите. Если красиво сокращается, это получается, что у нас... Здесь открываем скобки. 3 на 3, это получается 9 вторых корень из х натурального корень из х минус... Если я умножаю вот это на это, двойки сокращаются, получается минус 3 на корень из х. Так? И плюс... Здесь у меня 3 на корень из х. Вот у меня х уже сократились, осталось 3 на корень из х. То есть это у меня красиво уходит, и остается 9 вторых корень из х натуральный логарифм х. Кажись, все правильно. Вот так вот получается. Следующая... Вот такая функция у нас есть. Арк синус х деленное на х штрих равно... Это тот случай, когда у делить на в штрих. Это у штрих в минус в штрих у деленное на в в квадрате. Других вариантов просто быть не может. То есть делаем все по науке, по ученому. Это вот так вот. Минус вот это. Знаете, сегодня ко мне прижала одна девочка, она сестра одного из двух студентов. И, наверное, сейчас этот студент слушает то, что я говорил. И, оказывается, преподаватели даже не могут решать уравнение, неравенство и так далее. Простые алгебраические, со знаком модуля, например. Просто ужас, просто ужас. Кстати, девочке не захотелось мне заниматься-то. Ха-ха-ха. Бывает, да, такое? Так, ну поехали. Не захотела. Это не важно сейчас. Так, у нас здесь что получается? Производная от Арксинуса. Это, если я помню, это х деленное на корень из единицы минус х квадрата. Правильно? Так, и производная от ха равна единице, то есть минус Арксинус х. И все это делим на х квадрат. Приводим к общему знаменателю. Получается х минус корень из единицы минус х квадрат, умноженное на Арксинус х, деленное на х квадрат, умноженное на корень из единицы минус х квадрата. Вот такая получается у нас производная от этой функции. Следующая производная. Так, это тангенс по логарифмам х. Ну, во-первых, давайте еще раз. Пусть у нас логарифм х равен у, да? То есть у нас получается тангенс у штрих. Что это означает? Производная от тангенса, она легко находится. Это единица на косинус квадрат у, так? Но у-то у нас само от х зависит, как вы видите, да? Поэтому, значит, мы еще умножаем на у штрих. Подставляем все это. Получается 1 делить на косинус квадрат. Вместо у это у нас логарифм х. Пусть вас это не смущает вообще. То есть логарифм х является переменной для косинуса. Это нормально. И умножаем на... Снова начинается у меня неписание. Снова начинается у меня отказ. И это мне очень-очень не нравится. Прямо нехорошо. Как сказала Гиасик, у меня идет плохое охлаждение. И какая-то видеокарта у меня при этом отключается. Я не знаю даже, что сделать, честно говоря. Обычно это начинается после 3-4 часов работы. Очень жаль. Ну, прям даже не знаю, честно говоря. Прямо даже и не знаю. Да. Так, кажется, что-то тут у меня снова заиграло. Так, новыми красками, конечно. Итак, получается, что-то говорил. И умножить на логарифм х штрих. То есть, получается, производная от логарифма х это 1 деленное на х и на косинус квадрат вместо... Так, косинус квадрат от логарифма х. Вот такая вот производная получается. Ну, или это совсем культур-мультур. Это получается секонд в квадрате от логарифма х на х. Вот такая производная. Следующая у нас производная. От функции такой. Но она не сложная. Логарифм от х квадрат плюс 5 штрих. Давайте опять-таки х квадрат плюс 5 это равно у. Это получается логарифм у штрих. Производная от логарифма у это 1 на у. Но, как вы видите, у само от х зависит. Значит, мы умножаем на у штрих. Сейчас получается х квадрат плюс 5 штрих и вместо у это в знаменателе х квадрат плюс 5. То есть, получается, это 2х деленное на х квадрат плюс 5. Так, я надеюсь, что запись идет. Я надеюсь, что она и идет. Так. Следующая. Давайте возьмем следующую. Сейчас. Ctrl-M. Так. Не сохранить. Так. У вас следующая функция вот такая. Сейчас. Следующая функция у вас такая. логарифм от тангенс х пополам. Но давайте возьмем, что тангенс х пополам это равно какая-то функция у. То есть, опять-таки, логарифм у штрих это 1 деленное на у. Но у у нас зависит от х через тангенс, потому что у штрих. Так. Подставляем. Вместо у это получается 1 деленное на тангенс х пополам. И производная от тангенса х пополам. Опять-таки, это тоже сложная функция, потому что внутри тангенса стоит какая-то функция у, которая тоже от х зависит. То есть, это получается х пополам штрих сначала. Так. Производная тангенса это косинус квадрат. Да. Косинус квадрат х пополам. Косинус квадрат х пополам. Так. И вот это вот, что у нас там было. На тангенс х пополам. Значит, производная от х пополам это 1 вторая. Получается 2 на косинус квадрат х пополам. И здесь вместо тангенс давайте напишем, что это синус х пополам на косинус х пополам. Это косинус и эта степень сокращаются. И получается 1 деленное на 2 косинус х пополам на синус х пополам. И тут господин Кальдат должен подпрыгнуть, потому что это его любимая формула. Саймон помнит, что синус 2 альфа это 2 синус альфа на косинус альфа. То есть это получается не что иное, как синус 2 на альфа пополам сокращается. Получается 1 деленное на синус альфа. Следующее. Следующее. У нас логарифм. Следующее у нас логарифм. От х плюс корень квадратный из х квадрат плюс 1. И нужно найти производную эту функцию. Опять-таки у нас у вот эта большая такая функция. Давайте напишем. х плюс корень из х квадрат плюс 1. Это какая-то у-функция. Опять-таки это логарифм у штрих. Получается 1 на у. И поскольку у зависит от х, это у штрих еще. То есть получается это х плюс корень из х квадрат плюс 1 штрих. Это вот здесь у штрих. И вместо у у в знаменателе пишем также эту функцию. Получается, производная от х это единица. Производная от этого. Это получается х квадрат плюс 1. Производная делим на 2 корня из х квадрат плюс 1. На х плюс корень из х квадрат плюс 1. Почему? Многие могут спросить. Как он так быстро написал? Да легко. Потому что х квадрат плюс 1 это х в степени альфа. Это альфа на х альфа минус 1. Смотрите. Если это степень 1 вторая, то вот у нас пошел. Вот она 1 вторая. 1 вторая минус 1 это минус 1 вторая. То есть вот у нас пошел этот радикал в знаменателе. Но поскольку вот эта функция сама так созависит, я еще умножу на ее производную. Вот в чем прикол. Так, это равно 1 плюс. Производная от х квадрат плюс 1 это 2х. Надеюсь, это понятно. Делим на 2 корня из х квадрат плюс 1. И все это х плюс корень квадратный из х квадрат плюс 1. Ушло. Приводим все это к общему знаменателю. Получается корень из х квадрат плюс 1 плюс х. Потом вот это у меня пошло вот сюда на корень квадратный из х квадрат плюс 1. И вот это вот у меня х плюс корень из х квадрат плюс 1. Если вы видите, числитель знаменательный, равный друг другу, он сокращается, остается 1 на корень из х квадрат плюс 1. Вот такая вот у нас производная получилась. Следующая у нас была, допустим, вот такая производная. Надеюсь, вместо хватит. Здесь начну. Значит, производная от арктангенса логарифм х от 3. Давайте напишем, что логарифм х от 3. Это есть какая-то функция у. Как вы видите, у зависит от х. Через логарифм. Поэтому это равно. Сразу это будет у штрих. А производная от арктангенса это 1 зеленый на 1 плюс квадрат вот этого числа. То есть логарифм х в квадрате на 9. Производная от логарифма... А в логарифм на 3 это получается 1 зеленый на 3х. Потому что логарифм производный это 1 зеленый на х, еще тройка в знаменателе. Поэтому 3х в знаменателе. И это умножаем мы на 1 и приводим к лучшему знаменателе. 9 плюс логарифм х. Это все в квадрате логарифм. А 9 идет сюда. Обращается тройка. Получается 3 зеленое на х. Нужно на 9 плюс логарифм квадрат х. Вот такая производная. Ну думаю, достаточно с обычными производными. Давайте перейдем к другим случаям. Другие случаи. Например, производная от неявно заданной функции. Неявно заданная функция. Поехали. Это точно вывод на экзамене. Например, х в кубе плюс у в кубе минус 3ху равно 0. Если вы помните на занятиях, я вам говорю, что неявно заданная функция. Это чаще всего так встречается в производственной практике. И нужно где-то находить. Там не выведешь у никак. Просто никак. Или это очень сложно. Но с проблемами. Поэтому это получается х в кубе прайм плюс у в кубе прайм минус 3ху. На х в кубе прайм. Причем тут прикол в том, что когда мы по у будем считать, то там производную. То нужно еще учесть, что это функция. Поэтому там мы будем домножать на у штрих. Итак, производная от х в кубе это 3х в кубе. Думаю, понятно. Производная от у в кубе это также 3у в квадрате. Но поскольку это функция, значит мы еще домножаем на ее производную. Потому что у это функция, зависящая от х. Как вы помните, там у было. У от х зависит. Поэтому мы домножали на у штрих. Так вот здесь у это функция от у. Извините, функция от х. Поэтому мы домножаем на у штрих. Минус 3. Здесь у штрих в плюс в штрих у. Поэтому это будет 3х штрих у плюс у штрих х равно 0. Поехали. Это получается у нас 3х квадрат остается плюс 3у квадрат у штрих остается. Минус. Производная от х это единица. Получается здесь у. И раскрываем скобки. Получается минус 3у минус 3х у штрих равно 0. Объединяем те члены термс, которые содержат у штрих. То есть получается и трех. Давайте вытащим за скобки. Получается 3у штрих умноженное на у квадрат минус х. А эти переносим сюда. 3у минус 3х квадрат. Как видите, тройки можно сократить. Тогда у штрих равно у минус х в квадрате разделить на у квадрат минус х. Вот такая у нас производная получается. Эта производная не явно разной функции. Давайте возьмем еще другую производную. Тоже не явную. Значит, х синус у плюс у синус х равно 0. Опять-таки, этот х синус у прайм плюс у синус х прайм равно 0. У штрих вебрис в штрих у для каждой скобки. Получается х штрих синус у плюс х на синус у штрих. Это касательно вот этой скобки. Аналогично. Плюс у штрих синус х плюс у на синус х штрих. Это равно 0. Х штрих это единица всегда, поэтому получается синус у здесь. Производная синус у будет косинус у, поэтому плюс х умножить на косинус у. Дальше. Здесь мы просто переписываем плюс у штрих на синус х. А вот производная синус х, это косинус х плюс у на косинус х. Это равно 0. Давайте посмотрим, где у нас имеется. Вот здесь я делаю ошибочку. У меня же здесь вот синус у штрих, да? Я нашел, но и здесь же должен быть еще у штрих, потому что у зависит от х. И вот у меня получается два элемента, которые содержат у штрих. Я их группирую вместе и вытаскиваю у штрих за скобки. Получается х косинус у плюс синус х равно. А эти я перекидываю в обратную сторону. Получается минус синус у. Так я перекидываю сюда. И минус у косинус х. Соответственно, у штрих равно. Я минус вытаскиваю за скобки и переставлю перед дробью. Получается синус у плюс у косинус х делим на х косинус у плюс синус х. Вот чему равна производная. Давайте еще другую вычислим производная. Например, е в степени х плюс е в степени у минус 2 в степени ху минус 1 равно 0. Ну, поехали. Это е в степени х штрих плюс е в степени у штрих минус 2 в степени ху и это тоже штрих минус 1 штрих равно 0. Ну, 1 штрих это равно 0 сразу, потому что производная не умножена ни на что, ни на какую примену. Примерно. Дальше. Производная от е от х это сама есть е от х. Производная от е от х это есть е от у, но у сама зависит от х, поэтому мы домножаем на у штрих. А вот здесь получается производная показательная функция это 2ху умноженная на натуральный логарифм 2 и умноженная на ху штрих, потому что это все у нас, что тоже является связанной с хом и это равно 0. Так, получается, что у нас е в степени х плюс е в степени у на у штрих минус 2ху на логарифм 2. Так, умножить на х штрих у. Плюс у штрих х, так, равно 0. Получается, е в степени х плюс е в степени у умноженное на у штрих минус 2 в степени ху на натуральный логарифм 2 умноженное так. Так, х штрих это единица, то есть у плюс ху штрих. И это все равно 0. И вот тут нужно раскрыть скобки и объединить те элементы, которые содержат у штрих. Поехали. Е в степени х плюс е в степени у умножить на у штрих минус 2 в степени ху умноженное на натуральный логарифм 2 умноженное на у. и минус ху штрих 2 в степени ху умноженное на у. Это равно нулю. Я просто сейчас раскрою вот эти скобки, перемножив вот этот фактор на вот эти два. И у меня есть два элемента, содержащих у'. Вот этот вот и вот этот вот. Я их объединяю и вытаскиваю у' за скобки. у' я умножу на е в степени у минус x логарифм 2 на 2 в степени xy. Так. А остальные перекидываются вправо. Получается 2 в степени xy логарифм 2y был минус, станет плюсом, потому что перекидывался в правую сторону, минус е в степени x. Соответственно, y' равно 2 в степени xy умноженное на алгоритм 2 умножить на y минус е в степени x. так и разделить на вот этот вот е в степени y минус x умноженное на алгоритм 2 на 2 в степени xy. Вот так получилось. Вот такая вот производная получилась у нас. Так, сейчас смотрю, что еще я для вас приготовил. Так, поехали дальше. Ctrl-N. Так, что опять? А нет? Сейчас. File. Так, Ctrl-N. Хотел я сделать. Сохранять цвет. Пользуя черный. Так, поехали. Вот такая была у нас следующая функция, заданная неявно. Напоминаю, общее выражение для неявно заданной функции – это вот так вот. И вот она, красавица. x квадрат умножить на sin y плюс y в кубе, умноженное на cos x минус 2x минус 3y плюс 1 равно 0. Вот такая вот функция. И нужно найти производную y'. Ну, поехали. Получается, x квадрат на sin y штрих плюс y в кубе, умноженное на cos x штрих. Производная от минус 2x сразу – это будет минус 2. Производная от минус 3y – это будет минус 3y штрих. Производная от 1 равна 0. u на v – это u штрих v плюс v штрих u. Поэтому получается, это x в квадрате штрих на sin y плюс x квадрат умножить на производную от sin y штрих. Плюс также y в кубе штрих на cos x плюс y в кубе, умноженное на производную от cos x минус 2 минус 3y штрих равно 0. Производная от x квадрат – это будет 2x умноженное на sin y. Производная от этого получается x квадрат. Производная от sin – это cos y, но y сам является функцией от x, поэтому умножаем на y штрих. Здесь у нас получается плюс 3y квадрат, но y сам является функцией от x, поэтому умножаем на y штрих. Умноженное на cos x, а производная от cos x равна минус sin x минус y квадрат, вернее в кубе, умноженное на sin x. И вот эти вот штучки. Минус 2 минус 3y штрих – это все равно 0. Итак, здесь у меня уже 3 элемента, содержащих y штрих. Вот этот, этот и этот. Поэтому получается, я их объединяю, вытаскиваю y штрих за скобки. Получается, x квадрат умножить на cos y плюс 3y квадрат на cos x минус 3. И переношу оставшуюся с обратным знаком сюда. Получается, y в кубе на sin x минус 2x на sin y и плюс 2. Соответственно, y штрих равно y в кубе на sin x минус 2x на sin y плюс 2 делим на x квадрат на cos y плюс 3y квадрат на cos x минус 3. Вот чему равна эта производная. Вот это не явно заданная функция. Потом мы с вами на лицах рассмотрели еще. Рассмотрели нахождение производных, заданных параметрически. Это тоже у вас будет такое задание. Вот. И давайте рассмотрим, как это делается. Значит, у нас функция задана через параметр t. x равно t в кубе плюс 3t плюс 1. y равно 3t в пятой плюс 5t в кубе плюс 1. Вот так у нас заданная система. Итак, сначала мы находим dx по dt. Поехали. Это t в кубе плюс 3t плюс 1. И все это prime по t. Получается, это 3t в квадрате плюс 3. Или 3 может на t квадрат плюс 1. Находим dy по dt. Это 3t в пятой плюс 5t в кубе плюс 1 штрих по t. Получается, это 15t в четвертой плюс 15t в квадрате. Вытаскиваем 15t в квадрате за скобки. И получаем мы t в квадрате плюс 1. Посмотрите, пожалуйста. Нам же нужно найти производную y штрих. Она это dy по dx. А это все равно, что dy по dt. Ну, я сейчас напишу то, что писать нельзя. Но и умножить на dt по dx. Как бы dt сократится и останется dy по dx. А что такое dt по dx? Это все равно, что dy по dt умножить на единицу, деленное на dx по dt. То есть это пойдет сюда, поэтому они сократятся. Поехали. Дальше у нас dy по dt это 15t в квадрате на t в квадрате плюс 1. Так, dx по dt у нас это 3 умножить на t в квадрате плюс 1. Сокращается. Сокращается и остается 5t в квадрате. Вот чему равна производная. Давайте возьмем другую еще производную для практики. Значит, x равно e в степени минус t умноженное на синус t. А y равно e в степени t умножить на косинус t. Вот такая вот у нас есть функция заданно-правиметрическая. Действуем по тому же плану. dx по dt равно e в степени минус t умножить на синус t. Штрих это u на v, то есть u в степени v в степени u. Получается e в степени минус t штрих умножить на синус t плюс производная от синус t умноженное на e в степени минус t. Производная от e минус t это минус на e минус t умноженное на синус t. Так, производная от синус t это косинус t. Это с e минус t на косинус t. e в степени минус t вытаскиваем за скобки. Получаем косинус t минус синус t. Это у нас d от x. Дальше. dy по dt у нас равно e от t на косинус t штрих. Также u в степени ра и в степени это ет штрих на косинус t плюс косинус t штрих на ет. Получается и от t производная от e от t так и остается косинус t. А производная от косинус t это минус на синус t. вытаскиваем gt за скобки и получаем cos t минус sin t ну понятно к чему здесь дело то есть dy по dx это dy по dt напишем так разделить на dx по dt dy по dt у нас это gt на cos t минус sin t и делим на e минус t на cos t минус sin t вот это у нас уходит ну а еt разделить на это получается еt умножить на точнее на е в степени получается еt умножить на еt это равно е в степени 2t вот такой ответ у нас получился еще рассмотрим другой вид дифференцирования другой вид дифференцирования это так называемое логарифмическое дифференцирование оно очень важное вы должны продемонстрировать губернатор что вы тоже этим надеете например у вас есть такая функция у равно x степени cos x когда применяется логарифмическое дифференцирование когда у нас в степени тоже есть x давайте найдем логарифм этого функции то есть мы логарифмируем обе части этого выражения слева и справа и тут вы должны помнить что логарифм а в степени b это b умножить на логарифм а и поэтому логарифм y равно cos x идет перед логарифм сюда cos x умножить на логарифм x находим производную левой и правой части получается логарифм y штрих равно cos x на логарифм x штрих это производная от логарифма но y сам зависит от x поэтому мы сразу умножим на y штрих а производная от логарифма это 1 деленное на y вот так получается а это u штрих v v штрих u cos x штрих на логарифм x плюс логарифм x штрих умножить на cos x то есть получается что y штрих на y равно производная от cos это минус синус x 0 x плюс cos x деленное на x потому что производная логарифма равна 1 деленное на x в общем-то осталось только написать что y штрих равен y умноженное на это выражение минус синус x алгоритм x плюс cos x на x так и подставляем у нас y а x это выражение то есть получается x на cos x и вот это выражение минус синус x алгоритм x плюс cos x деленное x вот можно так оставить давайте еще решаем из этой же оперы тут у меня есть такая y равно cos x с синус x берем логарифм слабых частей этого выражения значит логарифм y равен синус x падет вот сюда перед логарифм согласно этому правилу свойства логарифмов получается синус x на натуральный алгоритм cos x и находим производную слева и справа производную алгоритм y мы уже находили вот она получается у нас y' на y равно u' v' u получается это производная от sin x умноженная на алгоритм от cos x x так плюс sin x умножить на производную алгоритм от cos x то есть y' на y равно производная от sin это cos x логарифм cos x так и здесь у нас получается плюс sin x мы делим потому что производная вот это выражение будет равно cos x но это неправильно потому что мы еще не учли что и сам косинус зависит от x умноженный на cos x то есть y' на y равен cos x алгоритм cos x производная cos x это минус sin x получается минус sin квадрат x потому что здесь sin x уже есть и здесь sin x деленное на cos x так ну в общем вот так у нас получилось можно теперь уже находить что y штрих это равно y умноженное на вот этот вот ужас можно к общему звене перевести получается cos квадрат x алгоритм cos x минус sin квадрат x и все это деленное на cos x и теперь пишем что y штрих равно вместо y подставляем чему принцип равен это cos x в степени sin x умноженное на вот это вот cos квадрат x логарифм логарифм cos x минус sin квадрат x и все это деленное на cos x но если совсем делать нефигу то можно вспомнить что это у нас cos минус первой степени то есть получится что это будет cos x в степени sin x минус 1 умноженное на cos квадрат x на логарифм cos x минус sin квадрат x вот допустим так в общем примерно так вот такое я приготовил но это не все еще следующее честно говоря как-то последовательность не очень выбора надо было взять с лимитов пойти ну ладно так уж получилось следующее задание такое по использованию производной найти какой угол образуют с осью абстез так значит какой угол какой угол образуют с осью абстез то есть по x касательная к кривой y равно 2 третьих x в пятой минус x в кубе на 9 проведем проведенная проведенная в точке с абстез x нулевое равное единицу задача очень простая вы помните что любая прямая имеет тангенс угла наклона то есть это k да из курса аналитической геометрии в системе r2 вы это помните поэтому собственно можно найти а это не что иное как что значение производной в этой точке поехали значит сначала находим производную x равно это 2x в пятой в кубе минус x в куб на 9 штрих получается 2x на 5x в четвертой минус 3x в квадрате на 9 получается 10x в четвертой на 3 минус x квадрат на 3 то есть 10x в степени 4 минус x квадрат делим на 3 вот ну больше поскольку у нас точка подрастая можно дальше ничего не расписывать значит y штрих от единицы правильно теперь единицы поставляем вот сюда и что у нас получается 10 минус 1 делить на 3 получается 9 третьих или 3 значит у нас тангенс фи равен 3 а значит сам угол фи равен арктангенс 3 вот такой ответ вот по таким углом пересекается касательно к этой кривой точке х равной единица с осью x следующий значит пример следующий пример такой сейчас секунду какой угол образует с осью абсцисс касательная к параболе y равно x квадрат минус 3x плюс 5 у нас парабола и в точке m с координатами 2 3 понятно что точка лежит у нас на этой кривой на этой параболе если вы поставите координату вместо x 2 у вас получится 3 как и здесь то есть точка лежит на этой кривой и в этой точке проведена касательная просят определить вот этот угол фи угол наклона этой касательной и просят определить уравнение этой касательной то есть kx плюс b нужно будет найти ну давайте искать понятно что тут производная нужна y равно x квадрат от 2x и минус 3 это производная у нас x равен 2 поэтому подставляем сюда получается что y от 2 это 2 умножить на 2 минус 3 получается 1 то есть получается что тангенс фи равен 1 а фи значит получается пин 4 потому что тангенс пин 4 равен 1 мы нашли этот угол теперь просто найти написать уравнение это касательное ну что ж напишем у нас уравнение касательное это какое это y минус x нулевое равно y штрих от x нулевое умножено x минус x нулевое найдем y нулевое это сторону что y от 2 вот она 2 поставляем сюда получается 2 в квадрате минус 3 умножить на 2 плюс 5 4 плюс 5 9 и минус 6 3 а производно мы нашли вот это y штрих от 1 получается что y минус 3 равно 1 прям пришел до полковника x минус x минус 2 2 раскрываем скобки получаем y равно 3 плюс x минус 2 то есть y равно x плюс 1 это уравнение касателей так ну вот такие вот вещи следующее задание которое тоже будет на экзамене задание такое приближенно найти корень кубич секунду приближенно найти корень кубический из 27 целых 1 сотые это задача на использование дифференциалов значит мы что должны помнить что f от x плюс дельта x это примерно f от x нулевое плюс f штрих от x нулевое умноженное на x минус x нулевое вот у нас с вами функция это корень кубический из надеюсь вы это понимаете давайте найдем ее производную это сразу что x степень 1 1 3 поэтому x 1 3 штрих это это идет как альфа 1 3 на x степени 1 3 минус 1 это минус 2 3 1 1 1 деленное на 3 корня кубических из x в квадрате вот вот отсюда и начинаем плясать у нас x это 27 потому что из 27 легко выточить кубический корень получается что f от 27 1 равен корень кубический из 27 это вот этого штуковина плюс производное значение этой точки 27 вот в этой производной то есть получается 1 деленное на 3 корня кубических из 27 квадрате и умноженное на x минус x нулевое это вот и дельта x то есть смотрите это 27 0 1 минус 27 это и дельта x это равно 0 1 умножаем на 27 0 1 минус 27 поехали вот это у нас получается 3 здесь у нас получается так 1 зеленое на 3 27 это 3 в квадрате ой 3 в кубе точнее и все это в степени 2 третьих так это равно 0 1 1 получается 3 плюс 0 1 1 тройки сокращаются 3 в квадрате 9 умножить на 3 27 вот это получается 3 целых целых 0 целых 0 0 3 7 0 4 я уже на кубляторе посчитал это вот чему-то равно то есть корень кубический из 27 целых 1 примерно равен вот этого увеличения то не верно можете от кублятора и подсчитать это на использование дифференциала у вас будет задание например там вот мы с вами рассматривали на лекциях я вам показывал тангенс 46 градусов к примеру кстати когда у вас будут просить градусы там триконтрические функции имеете ввиду что вот эта дельта вот эта которую вы будете считать вот эта дельта вы должны ее перевести в радиан то есть вы умножите на π и разделите на 180 как я это показывал на этом на одной из занятий предыдущих так следующая у нас что а вот что а вот что да вот я их сначала написал то ну ладно ничего так поехали по лимитам пройдемся потому что они у вас тоже будут железно на экзамене железно они у вас будут на экзамене поехали задание такое начнем с простых вы это уже сделали не однократно лимит 2х квадрат минус 3х плюс 1 деленное на х квадрат вы сейчас знаете о ком я подумал о моей любимой Эмили она на семинары не ходила да вы помните но как же она смогла получить 7 баллов мне интересно я знаю как она денно и ночь смотрела мои видео денно и ночь да я просто другого объяснения не могу найти да Эмили вот нужно найти такой предел но очевидно что у нас квадрат на 3-шленах скорее всего разложить на множестве можно что-то там сократиться и будет хорошо давайте это сделаем так вот для первого числителя у нас дискриминант равен b квадрат минус 4 ac получается у нас что 9 минус 4 на 2 на 1 получается 1 x1 равно 3 минус 1 на 4 получается 1 2 x2 равно 3 плюс 1 на 4 1 так то есть у нас получается что лимит а это мы разложим по вегету это будет x что там плюс 2 на x минус 1 это вот это значит а первые числители мы разложим как 2 чтобы понимали да это а умножить на x минус x1 на x минус x2 это отголоски теоремы безу вот отголоски ее а у нас это двойка умножаем на x минус 0 5 и на x минус 1 то есть получается что это все равно что лимит 2 на x минус 0 5 на x минус 1 и на x плюс 2 умножено на x минус 1 сокращается почему мы должны были это сделать потому что если мы поставим сюда единица у нас получится 0 делить на 0 неопределенность а теперь определенность у нас исчезла вот и уже мы можем подставлять сюда вот в оставшиеся эти единицу то есть получается 2 умножить на 1 минус 0 5 разделить на 1 плюс 2 получается здесь 1 3 1 третья получается это ответ следующее предел 2 x в кубе плюс 3 x квадрат плюс 1 делим x 4 минус 2 x плюс 2 x стремится к бесконечности сразу смотрите у нас старшая степень знаменателя 4 а в числителе только 3 то есть хотя они обе и числители знаменатель точнее оба части обе части стремятся к бесконечности вот этот знаменатель он стремится быстрее потому что у него четвертая степень поэтому получится что это все будет равно нулю но это нужно доказать давайте вытащим старшую степень за скобки в числителе и знаменателе стандартный прием x в кубе за скобки получается здесь 2 здесь плюс 3 деленное на x здесь плюс 1 деленное на x в кубе я думаю вы понимаете как я это сделал это очень очевидно и x четвертый я вытаскиваю за скобки здесь получается 1 минус 2 на x в кубе плюс 2 на x четвертый вот это и вот это сокращаются дальше смотрим вот это у нас тринется к нулю потому что x у нас в знаменателе и он тринется к бесконечности это тем более стремится к нулю это стремится к нулю и это стремится к нулю получается что это равно это равно значит 2 мне остается здесь вот там двойка здесь мне остается x потому что четвертый один скуб сократились а здесь единица 2 на x но мы знаем что когда у нас такая штуковка то самое что 2 на 0 это 0 потому что 2 на бесконечность то есть 2 на бесконечность это 0 вот так вот вот так вот следующее у нас следующее давайте так лимит x на корень квадратный из x квадрат плюс 2x минус 1 минус корень квадратный из x квадрат минус x плюс 3 если мы подставим сюда то у нас получится бесконечность минус бесконечность это тоже неопределенность стандартный способ можно и нужно избавиться от иррациональности вот таким образом мы должны умножить на сопряженное число господин коляда знаете что это такое то есть мы умножаем вот это выражение вот это выражение на подобное ему такое место минус будет плюс а поскольку мы просто так ничего не можем сделать мы тут же его что сокращаем вот как будто чтобы ничего не изменилось получается мы просто умножили на единицу просто заливаем на единицу и тут господину Шарифову или как там в общем их тендеру нужно вспомнить что сокращать здесь ничего не нужно ничего не нужно итак используем форму сокращенного умножения а минус b умножить на а плюс b равно а квадрат минус b квадрат и квадрат уничтожат эти радикалы и у нас остается х квадрат плюс 2х минус минус 1 минус вот это выражение и тут нужно не забыть что знаки не поменяются на противоположные потому что там был минус а квадрат минус b квадрат ну а это вот радикалы у нас остаются смотрите как хорошо это у нас уходит 2х плюс х это будет 3х и минус 1 минус 3 это будет минус 4 то есть получается получается предел 3х минус 4 разделиться и давайте вот из каждого радикала вытащим по х квадрат а раз мы вытащим квадрат из корня получается остается х и остается здесь 1 плюс 2 деленное на х и минус 1 деленное на х квадрат и здесь тоже вытащим из корня из радикала остается х 1 минус 1 деленное на х плюс 3 деленное на х квадрат хорошо 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 да х трениться у нас бесконечности давайте вытащим х из числителя и из именателя получается х умноженное на 3 минус 4 деленное на х х я вытащиваю за скобку получаю на 1 плюс 2 на х точнее минус 1 на х квадрат вот это плюс корень из 1 минус 1 на х плюс 3 на х квадрат вот это х у меня красиво сокращается а поскольку х висконечности это вот все эти члены содержащие х знаменатели они все стремятся красиво к нулю соответственно остается только тройка и здесь по единице соединится 1 плюс 1 получается 3 вторых вот чему равен этот лимит следующий поехали давайте возьмем такой лимит я приготовил для вас предел си х на арксинус и си х х стремится к нулю значит для тех кто не очень умный сразу можно ставить как их называют эквивалентный бесконечно малый арксинус 5х эквивалентный 5х х сокращается получается 7х тогда но это не очень изящно а вот лучше было бы так смотрите так напишу еще раз 7х на арксинус чтобы чтобы экзаменатор вас влюбился это в принципе невозможно кто знает смотрите напишем так пусть арксинус 5х равен у тогда синус у у нас будет равен синусу арксинуса 5х а синус арксинуса это они другую уничтожают получается что синус у равен 5х вот и если у нас х стремится к 0 тогда 5х тоже стремится к 0 то есть если х 0 поставляем будет 0 то есть синус у у нас стремится к 0 а у нас синус когда равен 0 когда если синус у равен 0 у ведь поэтому у тоже стремится к 0 . поехали отсюда х равно Ну, кстати, говорят отсюда синус у деленное на 5. Значит, получается предел. Уже приходим от иксов к игреку. 7 и вместо икса это синус у на 5. Но вместо икса это синус 5 икса это у нас был у. Итак, 7 и 5 мы вытаскиваем за знак лимита. Остается у нас, посмотрите, какой замечательный первый, замечательный предел. Он равен 1 и получается 7 и 5. По-моему, это намного красивее. Ну, мне так кажется. Хотя, кому как, да? Ну, давайте еще возьмем. Так, поехали. Поехали. У нас такой есть лимит. Синус 3х разделить на 3 минус 3 косинус 2х. Их стремится к нулю. Так. Будь здоров. Господин Зеленский, спасибо. Вот чихал, когда думал, какие вы все умные, хорошие. И напишите вы экзамен. Все на минимум 9 из 10. Экзамен мы будем рады. И я, и Дилия, ну и, конечно, Идем. Значит, нужно сначала включить термозавельку. Тригонометрию. Поехали. Это лимит. Синус 3х пока остается. Водносим тройку за скобки. Получается, Идем. Синус косинус 2х. Правильно? Я тут, думаю, прямо на этом моменте господин Коляда должен обрадоваться. Потому что он это сделал на семинарах неоднократно. Правда, у него очень хорошо система вентиляции работает. Не только в попе, но и в голове. Потому что он это сделает и тут же забывает. Он за один семинар, который длился 8 часов, примерно 5 раз, 5 раз забывал одну и ту же формулу. Не видел его пор. Но такое бывает. Да, такое бывает. Вместо единицы пишем тригонометрическую единицу. Это косинус квадрат х плюс синус квадрат х. Это он два раза не заметил, я помню. А косинус 2х он однажды помнил. Это косинус квадрат х минус синус квадрат х. Пишу максимально подробно. Максимально подробно, чтобы вы насладились тригонометрией, которую используют в высшей математике. трогаем, открываем скобки внутренние. Будет минус косинус квадрат х и минус на минус дать нам плюс синус квадрат х. Вот это у нас уходит 2 синус квадрат х. То есть получается лимит синус трех х разделить на 3 и 2 6 синус квадрат х. x 30 к нулю. Вот. И тут вот что делать-то дальше? Ну давайте с вами делаем так. Во-первых, 1 6 выкинем за знак лимита. Чтобы у нас что-то не болталось. Потом, смотрите. Синус 3х мы напишем, как оно и есть. И разделим на 3х. Чтобы получился у нас первый замечательный предел, который равен единице. Но мы не можем просто так разделить на 3х. Значит, мы должны и умножить на 3х, чтобы нейтрализовать их. То есть получается, что мы умножили на единицу. Так. А синус квадрат х. Давайте мы так. Это синус х на х в квадрате. То есть я разделил синус квадрат х на х квадрат. И тут же я умножу на х квадрат. Должен это сделать, по крайней мере. Чтобы ничего не изменилось. Вот так вот. И что у меня получится? Вот это у меня равно единице. Вот это у меня равно единице в квадрате. То есть тоже единица. То есть получается, что это равно 1 шестая. Лимит при их примечившемся к 0. 1 зеленая на х в квадрате. А что такое? Получается, 1 шестая умноженная на 1 на 0. Это равно 1 шестая на бесконечность. То есть бесконечность. Вот чему это равно. Так. Следующий е. У меня допустил, возьмем вот такой предел. Так. Предел. Х триньется к 0. 1 минус косинус 7х, деленное на 7. Тангенс квадрат х. Так. По тригонометрическим формулам, уже которые я писал неоднократно здесь, и на парах мы проходили. Часкательник будет равен 2 синус квадрат алифа пополам, то есть 7х пополам, делим на... Я прошу прощения, это тангенс 2х в квадрате на тангенс 2х в квадрате. И здесь семерка, да? Вот такая вот жусь получилась. Давайте 2 синусы выкинем за знак лимита. Чтобы они тут не мешались. У нас получается синус в квадрате на 7х пополам и тангенс от 2х в квадрате. Ну, я позволю себе воспользоваться этим способом, который я не очень люблю, потому что уже очень поздно, и я хочу спать. Я вместо вот этого ставлю эквивалент. То есть получается это 7х пополам, но это в квадрате, значит в квадрате. И у тангенса тоже эквивалент, это 2х в квадрате. Поехали. Это 49х квадрат на 4, и здесь еще 2х квадрат. х квадрата уходит. Вот эта двойка с этой сократится. Включаем. Включаем. Получается 49.28. Включаем. 49.28. Можно оставить так. Следующая. Следующая. Так. Поехали. Вот такой нужно решить. Предел. Традиционно его студенты боятся, хотя, по-моему, он один из самых безобидных. Значит, предел. Нет, я по-другому напишу. У меня есть инцидент. Он так пишет. Он с любовью пишет. Вот так он делает. Вот. У него волосы красивые очень. Вот. Я думаю, вы поняли, про кого я говорил. 8 плюс 3х. На 3х минус 1. С типами х плюс 5. Давайте еще раз это сделаем. Значит, очевидно, это на второй замечательный предел. Второй замечательный предел имеет вот такую форму. То есть, лимит. Допустим, если я в у напишу. Вот. Это я. Вот поэтому мне сейчас нужно как-то преобразовать это к этому виду. Ну, нужно как-то получить единицу. Вот как я это буду делать. Смотрите. Чтобы была единица, я здесь напишу 3х минус 1. И когда я буду развивать этот числитель, выделяю его на знаменательный, у нас краски единицы и получится, не сократятся. Но я не могу просто так прибавить 3х минус 1. Если я прибавлю, я тоже самое отниму. Вот так. И получится, что я прибавил 0. И здесь у меня было 8 плюс 3х. То, что было. И я прибавил в итоге 0. Так. Я думаю, вы понимаете, как я это сделал. Так. Поехали. Вот эта штуковина даст мне единицу. 3х минус 3х. Вообще сокращается отлично. И 8 плюс 1. Вот 9. То есть плюс 9 деленное на 3х минус 1. Степень х плюс 5. Ага. Уже получилось единица. Плюс к копирую. Мне нужно вот такое. Поэтому я сразу. Вот в этих скобках. Делаю замену. Что 9 деленное на 3х минус 1. Равно 1 деленное на х. Прямо как здесь что было. Отсюда крест на крест я выражаю, чему равно х. То есть 3х минус 1 равно 9у. Отсюда х равен 9у плюс 1 делить на 3. Получается 3у плюс 1 третье. Так. И посмотрите. Если у меня х стремится к бесконечности, тогда у меня и у стремится к бесконечности. Это очевидно очень. А это как раз то, что мне нужно. Плюс 1 смущает плюс 1 минус 1 конечность. Второй предел замечательно. И к плюсу и к минусу относится к бесконечности. И таким образом получается. Уже переходим от иксовки у. Полностью. 1 плюс. Вот это у меня равно чему? 1 деленное на у. А х у меня, вот он у меня. Это 3у плюс 1 третье. И еще плюс 5. Плюс 5. То есть получается лимит у, стремящемся к бесконечности. 1 плюс 1 на у. В степени 3у плюс 5 целых 1 третье. Ну, 16 пятых. Вот так напишем. А что это такое, используя свойства степеней? Напоминаю, что а в степени х плюс у это равно ах может на ау. Поэтому, поэтому у нас получается, что это предел у стремится к бесконечности. 1 плюс 1 на у. В степени 3у умножить на 1 плюс 1 на у. В степени 16 пятых. Мы с вами вспоминаем свойства лимита, что лимит А, Б равен лимит А умножить на лимит Б. Поэтому все очень хорошо. Это А, это Б. То есть у меня получается, что это лимит 1 плюс 1 на у. В степени 3у при у стремящемся к бесконечности на лимит 1 плюс 1 на у при у стремящемся к бесконечности. В степени здесь 16 пятых, конечно. Поехали. Смотрите. Вот эта фигурка у меня стремится к нулю. 1 плюс 0 это 1. И 1 в любой степени это 1. То есть вот это все у меня равно 1. И все. Больше я на него внимания не обращаю. Вот это я могу записать как лимит. 1 плюс 1 на у в степени у. И все это возвести в куб. Потому что мы с вами помним, что x в степени альфа, а бета, это равно x в степени альфа в степени бета. Вот что я сделал. Вот это у меня равно e еще в кубе. Включать e в кубе. Вот чему равен этот предел. Хорошо. Следующее задание. Следующее задание. Давайте. Сейчас я вам его озвучу. Следующее задание. Так. Исследовать на непрерывность функцию и построить ее график. Было такое в одном из ближайших лет на экзамене. Значит, y равно. Это кусочная такая функция. x квадрат минус 1. x меньше 0. 2x плюс 1. Это x подлежит от 0 до 1. И 3, если x у нас больше единицы. И вот просто построится такой вот график. Ну, давайте сначала его построим. Значит, строить такие графики не сложно. Так. Вот так вот. Это ось x будет. Так. Вот так вот будет ось y. Так. Отмечаем. Это у нас точка 0. Вот это. Так. У нас точка 1. Вот так вот. Вот так вот. Значит, давайте построим сначала 1, 2, 3. Посмотрите. Когда у нас x больше единицы, у нас функция равна 3. То есть, начиная вот с этой точки, и вот так вот, у нас функция не меняется. Когда x у нас больше единицы, у нас y равен 3. Теперь. Посмотрим, как себе функция вот в этом промежутке от 0 до 1. Она у нас становится линейной. Мы помним, что для построения линейной функции нужно только две точки. Если x равен 0, тогда y равен 1, то у нас есть первая точка. Вот она. Если, допустим, x равен 1, то у нас равен 2 плюс 1, 3. Вот она, с этой точки. То есть, в принципе, у нас уже есть эта точка. В смысле, это прямая. Вот она у нас получилась. Видите, от 0 до 1 это вот такая функция. Вот она. И пока что, пока что, я не вижу разрывов этой функции. И давайте построим с вами, значит, очевидно, это парабола. Но она у нас работает, когда у нас x 30. То есть, вот в этой части. Ну, построим сначала параболу саму. x квадрат. И еще мы ее запустим вот отсюда. Получается отсюда. И вот переединиться. Получается, она вот так у нас пошла. Вот примерно так выглядит эскиз этой функции кусочной. И посмотрите, пожалуйста, у нас есть разрыв. У нас есть разрыв. И разрыв у нас вот. Значит, мы пишем, что функция разрыва, функция серпит-разрыв в точке. Потому что предел этой функции при x, стремящемся к нулю слева. То есть, вот сюда, когда мы идем к нулю слева, функция у нас стремится к чему? К минус единице. А предел этой же самой прекрасной функции, когда x стремится к нулю, но уже справа. Вот мы идем сюда справа. А функция идет к чему? Единица. Поскольку у нас они не равны, эти два леомита, то функция терпит разрыв. Это разрыв первого рода. Так, и еще jump. Там мы можем вычислить. Jump of the function. Это вот это расстояние. Здесь один, здесь один. Получается равно. Вот и все задание. Так. Сейчас я гляну, что мы с вами сделали. Так, это мы с вами сделали. Это сделали. Производную посчитали. Так, ну а теперь, пожалуй, что и самое, возможно, сложное. Самое сложное. Сейчас. Это исследование функции построения ее графиков. Это то, что я показывал на лекции, на которую вы прекрасно опоздали, и поэтому я вас не пустил. Опоздали. Ведущие специалисты это Ихти Андер, Амина, Кудрявцев Сью, Саймон опоздал. А его вообще не было даже, между прочим, да? Просто чудесно. Итак, поехали. Вот сейчас нужно будет максимально-максимально припост, скажем так. Там сейчас начинаются сложные вещи. Так, поехали. Значит, первое. Исследовать функцию и построить ее график. Так, функция имеет такое анестическое выражение. У равно х квадрат минус х в кубе. Итак, мы исследуем по вполне определенному параметрам. Но иногда они могут чуть-чуть менять друг от друга в зависимости от вида функции. Но в целом все одно и то же. Итак, первое, что мы определяем, это домен этой функции. То есть, в каких пределах изменяется х. Мы видим, что у нас ничего на х не делится. Поэтому все в порядке. Х у нас приближет от минус бесконечности до плюс бесконечности. Второе, что мы определяем, это область значения этой функции. Мы также видим, что они, скорее всего, будут от минус бесконечности до плюс бесконечности. Это тоже очевидно. Поскольку функция степенная и не имеет знаменателей никаких. Далее. Мы определяем, функция четная или нечетная. Нам нужно узнать ответный вопрос, чтобы понимать, легко нам построится график или нет. Значит, для этого мы берем вот так вот. Вместо х поставим минус х. Получается минус х в квадрате минус минус х в кубе. Получается х в квадрате плюс х в кубе. Вообще, эта функция нечетная или нечетная. Напоминаю, функция четная, если у нас у от минус х равно у от х. Функция нечетная, если у от минус х равен минус у от х. Но в нашем случае это ни то, ни другое, поэтому она не такая и не сякая. Можно написать meter, то есть ни то, ни другое. Следующий момент, который мы должны с вами исследоваться в отношении этой функции, это точки пересечения. Это функция с осями. То есть функция y пересекается с осью O, y, когда x равен 0. Тогда у нас что, 0 в квадрате минус 0 в кубе равен 0. То есть получается, что точка пересечения у нас это 0, 0. Следующий момент, это пересечение оси O, x с этой функцией. То есть нужно решить вот такой момент, при этом равно 0. Вытаскиваем за скобки x квадрат, получаем x минус 1 равно 0. У нас две таких точки. Это первая 0, вторая 1. То есть у нас получается, что функция пересекает ось O, x в двух точках. Это 0, 0. Мы ее уже определили. И 1, 0. Это очень полезные точки. Следующий пункт. Мы определяем интервалы знака постоянства. Интервалы знака постоянства. То есть когда у нас функция больше 0 и когда она меньше 0. Мы решаем это при помощи метода интервалов. Выносим x квадрат за скобки. Мы видим, у нас есть два 0 функции. Это 0 и это 1. Эти две точки разбивают у нас интервал на три промежутка. И в каждом промежутке мы должны узнать и знаки. Для этого мы берем любую точку из данного промежутка. Например, в этом промежутке я могу взять 10, могу 20, могу 50, могу 50 целых шестьдесяток, могу миллиард взять. Берем, допустим, 2. 2 в квадрате 4. 2 минус 1 это 1. Получается положительное число, поэтому здесь знак плюс. Возьмем из этого промежутка 0,5. 0,5 в квадрате это положительное число. А вот 0,5 минус 1 это будет минус 0,5. Получительное отрицательное будет отрицательное. Возьмем здесь, допустим, минус 1. Это промежутка. Минус 1 минус 1 будет минус 2. Это квадрат всегда положительное, поэтому здесь будет минус. Вот я уже понимаю, что когда у нас х промежутку от минус бесконечности до... А вот здесь можно сделать все-таки вот так вот, не строгое. Пусть будет не строгое. И все будет хорошо тогда. Значит, от минус бесконечности до 1, то тогда у нас функция больше 0. А если х подлежит от 1, ну вот так вот, от 1 до плюс бесконечности, тогда у нас функция... Ой, наоборот, да? Здесь функция будет меньше 0. Или равна 0, а здесь будет больше 0. Все. Это нам тоже очень-очень пригодится. Так. Очень пригодится. Подождите, я сейчас что-то не то сделал, да? Да, я не то решил. Простите, пожалуйста. И х квадрат, если вытаскиваю, у меня получается 1 минус х. Поэтому все будет наоборот. Вот так вот. А здесь вот так. В принципе, такой же. Я выберу любую точку, подставлю, и у меня получатся вот такие знаки. То есть, когда у меня от минус бесконечности до единицы, у меня положительная все-таки функция, а здесь она у меня отрицательная. Все. Следующий пункт. Шестой. Я нахожу интервалы монотонности. У вас это в ваших лекциях, это тоже есть. Это у штрих от нуля. У штриха больше нуля. Что такое интервал монотонности? Это интервалы, где функция срастает и где она убывает. Сначала найдем само производное. У штрих – это х квадрат минус х в кубе штрих. Получается 2х минус 3х квадрат. И теперь это нужно решить вот такое вот неразинство. Вытаскиваем х за скобки. Получается 2 минус 3х больше нуля. Так, и тоже в метод интервалов используем обязательно. Первый 0 – это… Можешь ли бы равновесить, да? Это 0. Второй у меня что? Это 2 третих. Это вот здесь вот точка. Тоже разбивает. Так, и подставляем значение. Допустим, я возьму здесь единицу вот отсюда. Минус, плюс. Если я возьму 1 третью из этого промежутка, поставлю сюда. 3 на 1 третью – это 1. 2 на 1 – это 1. И 1 третья. Очень даже хорошо. И поставлю минус 1 сюда. Здесь у меня получится положительное число, но здесь минус 1. Получается минус. Мы с вами помним, что на тех интервалах, где у нас производная меньше нуля, у нас функция убывает. И здесь она, соответственно, возрастает. И здесь она снова убывает. То есть получается, что вот эта точка у нас, видите, функция вот так вот пойдет. А здесь она пойдет вот так. То есть вот это у нас точка что? Максимум и минимум. Вернее, минимум и максимум соответственно. То есть это у нас точка минимума. Так. И это точка максимума. И сразу находим значение этого минимума. Подставляем 0 уже вот в эту функцию. Это 0. И максимум. Подставляем 2 третьих. Вот сюда получается 2 третьих в квадрате минус 2 третьих в кубе. Получаем 4 девятых минус 8 двадцать седьмых. Получается 4 двадцать седьмых. Вот такое значение максимума получена. Следующее, что мы находим, это интервалы. Интервалы выпуклости и вогнутости. Для этого нужно найти вторую производную и решить это вот неравенство. Вторая производная, вторая производная, это 2х минус 3х в квадрате штрих. Получается 2 минус 6х. Или это 1 минус 3х на 2, и это больше нуля. На звуку можно сократить. Получается 1 минус 3х больше нуля. Минус 3х больше минус 1. Или х меньше, чем 1 третья. Так, х меньше, чем 1 третья. То есть получается, что... Можно даже так изобразить. Смотрите. Вот у нас точка 1 третья. Получается, что здесь у нас плюс. А значит здесь у нас функция вот так вот вогнета, а здесь она выпуклая. Так, и асимптоты графика. Это восьмой пункт у нас идет. У нас нет вертикальных асимптот, потому что у нас нет изменинателя. Вот. Попробуем найти наклонную. Вот по этой формуле. 3х стремя чуть-чуть в бесконечности. Так, получается, что у нас... предел... х квадрат минус х кубе делить на х при х стремящемся в бесконечности. Получается предел х бесконечности на х минус х квадрат. Ну, в общем-то, получается у нас... какая-то бесконечность, да? В общем, получается вот так вот. И у нас наклонных асимптот нет. Наклонных асимптот... У нас с вами есть абсолютно все данные для того, чтобы построить график этой функции. Давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Я надеюсь, что вы делаете одновременно со мной и, может быть, даже и пораньше. Так, поехали. У нас с вами есть точки, которые мы с вами отметили. Первая точка... Первая точка у нас это точка, в которой функция пересекает ось OY, это здесь. Вторая точка, в которой она пересекает... Так, я смотрю на свои записи. Это 1, 0. Вот она, единица. Уже две точки у нас есть. Дальше. Мы с вами вычислили, что при нуле функция равна нулю. Это минимум. А еще у нас есть точка две третьих. Вот она. Вот здесь она, вот она, две третьих. И там получается максимум 4,27. Но это очень мало. Если это единица, это где-то здесь. Вот так вот. Это где-то здесь. И все вроде бы. И вот смотрите. Нам известно, что от нуля... Вернее, от минус бесконечности до единицы у нас находится над осью OX. Так. Я также знаю, что у меня функция идет вниз от минус бесконечности до нуля. Где-то вот так вот она пошла. Вот так вот. Я знаю, что она пересекает ось OX в этой точке 0,0. Все, пересекла. Пока что она положительная, как и должно быть по нашему исследованию. Она убывающая, что тоже соответствует. Потом я знаю, что она от нуля до единицы она возрастает, достигая максимума. Вот так она пошла. Вот так. А потом от... И пока еще она положительная. Потом от единицы... Вернее, от двух третьих вот этих, да, вот максимум. До единицы она опускается. Вот так вот. Вот так. И пока она еще положительная. А потом она пошла вниз. Вот так вот. Ну, в общем, примерно эскиз графика вот такой. Конечно, у вас он может получиться покрасивее. Я надеюсь, что так оно и получится. Вот. У меня дисклеточек нет. Это все очень на класс. Это называется список. То есть такой скетч. Да. Для полнотыщи. А с тем можно, допустим, взять 2-3 точки и посчитать, если не сложно. Конечно, возьму точку 2. К примеру, 2 в квадрате это 4. Минус 2 в кубе это 8. Будет минус 4. Где-то здесь минус 4. Вот одна точка. Здесь еще. Можно взять, допустим, здесь точку минус 2, к примеру. Минус 2 это 4. Так. Получается 4 плюс 2. 8 будет 12. Где 12 должна быть? Очевидно, что она должна идти аж вот так вот. Ну, ладно. Скетч, он на то и скетч. Это дает примерное представление о форме кривых. Следующее интересное такое вам приготовил задание. Я решил их много. На просто время уже полтретего, даже больше. Вставать рано. И если я опоздаю, это будет не очень хорошо. А я знаю, что вы будете очень рады, если я опоздаю. Типа сам опоздал, а еще не пускает тех, кто опоздает. Я постараюсь не опоздать. Итак, следующая функция вот такая. y равно 8 делить на x плюс x, деленное на 2. Интересная функция. Так. Видим, что у нас появился знаменатель, и в нем есть x. Поэтому точно 0 не входит туда. Поэтому сразу мы пишем, что d от y это минус бесконечность 0 и 0 плюс бесконечность. То есть мы исключили 0. Второй пункт. Область допустимых значений. E от y у нас от минус бесконечности до плюс бесконечности. Никаких ограничений нет. Это вам не синус, не косинус, да, который ограничен. Следую пункт. Следую пункт. Смотрим, симметрично ли и нет. Давайте посмотрим. y от минус x. Это 8 делить на минус x плюс минус x деленное на 2. Получается минус 8 на x минус x деленное на 2. Получается минус, вот так снизу скобки, 8 деленное на x плюс x деленное на 2. Как видите, у нас получилось, что y от минус x равен минус y деленное минус y от x. Это означает, что функция нечетная, а значит она симметрична относительно точки 0, начало координат. Это очень поможет нам с вами при печерчивании кривой этой. Следующий пункт у нас, четвертый, это точки пересечения, остановление точек пересечения. Значит, кривая y пресекает ось у x. То есть, больше говоря, мы должны решить сравнение, что ось на x плюс x на 2 равно 0. Поехали. Получается, это 16 плюс x квадрат равно 0. Значит, у нас нет таких еще ценных чисел. Поэтому никогда не пресечет ось у x. И ось у y она тоже не пресечет, потому что там должно быть чтобы x равен 0, но 0 делить нельзя. У нас, видите, точка 0 не входит в d от y. Значит, и с осью у y она тоже не пересекается. Это очень важно. Дальше. Мы находим пятое. Это интервалы знака постоянства. Так, интервалы знака постоянства. Интервал. Знака постоянства. Давайте. То есть, у нас y больше 0 должен быть. Решаем это неравенство. Получается, это 16 плюс x квадрат делим на 2x больше 0. Больше 0. У нас вот этот вот числитель, это сумма положительных чисел. Потому что x всегда положительная, при 16, всегда положительная. На 2 можно сократить. То есть, получается, все зависит от x. Если у нас x отрицательная, тогда у нас и y отрицательная. А если у нас x положительная, тогда и y у нас положительная. Хорошо. Следующее. Мы находим интервалы монотонности. Интервалы монотонности. Для этого мы находим вот это. Поехали. Значит, 8x плюс x пополам. И это все по знакам производных. Получается, минус 8 на x квадрат плюс 1 вторая. И все это больше 0. Так. Приходим к общему смыслу. Получается, x квадрат минус 16 на 2x квадрат. Больше 0. Можно убрать. Получается, x минус 4 на x плюс 4 на x квадрат больше 0. Используем этот интервал. У нас есть точка минус 4, здесь точка 0 и есть точка 4. Так, вот так вот сделаем. Но 0 не входит только в этой точке, потому что 0, где-то y не входит. А минус 4, 4 входит. Так что можно их не выкалывать. Поехали. Также берем по одной точке из каждого интервала. Здесь получается плюс, здесь минус, здесь минус и здесь плюс. Я думаю, это сами уже можете сделать. А это значит, что здесь у нас функция растет, здесь убывает, а здесь растет. То есть это у нас получается точка максимума, это точка минимума. Что ж, поэтому получается, что y максимума, это y от минус 4, подставляем. Получается 8 на минус 4 плюс минус 4 на 2. Получается минус 2 минус 2 равно минус 4. Так, и получается y к минус 4, это от 4. А от 4, это получается... Так, отставляем 8, 4 плюс 4 вторых. 2 плюс 2, 4. Мы сразу могли предугадать, что это будет 4, потому что мы с вами определили, что функция нечетная. И она относительно симметрична, относительно 0,0 точки. То есть если здесь был у минус 4, то максимум будет при неменен в четверке. Что ж, мы с вами нашли очень и очень важные точки. Так. Осталось найти... Давайте найдем с вами следующий пункт. Можно обойтись в старую производную, но если вам очень хочется, можно, конечно, посчитать. Ну, давайте посчитаем. Значит, интервалы. Выпуклости и вогнутости. Это вот, что мы должны решить. Вторую производную. Мы первую производную с вами уже нашли. Вот она. То есть получается это 1, 2 минус 8 на x квадрат штрих. Производная производная это 0 минус 8 на x минус 2 штрих. Получается 16 на x в кубе. Минус 2 минус 1 минус 3. То есть создаюсь это от x. Если у нас x больше 0, то у нас y, что у нас больше 0. y 2 штриха, конечно, больше 0. Значит, у нас функция у нас вот такая, вогнутая. И, соответственно, если у нас x меньше 0, то у нас производная вторая будет меньше 0. И она будет на этом промежутке выпуклая. Вот. И вы увидите, что на графике и так оно и есть. И следующий пункт. Это очень важный. Находим, если есть асимптоты. Поскольку у нас в знаменателе имеется x, то вертикальная асимптота точно есть. Вертикальная асимптота есть. Это x равная 2. Ой, извините, x равная 0 в данном случае. А значит, мы должны с вами рассмотреть левосторонние и правосторонние пределы, как функции себя везут при этом. Давайте это сделаем. Предел 8 на x плюс x пополам. x трениться к 0 слева. Это все равно, что предел 16 плюс x квадрат на 2x, да? x трениться 0 минус 0. Давайте возьмем, допустим, в смысле слева. Минус 0,01. Если вы подставите сюда, то получится какое-то число близко к 16. Ну, как вообще можно за знак или нет вытащить. И получится мы делим на минус 0,01. Получается достаточно большое отрицательное число. будет стремиться к минус бесконечности. А если мы рассмотрим пределы той же самой функции, но когда x трениться к 0 справа, допустим, 0,01 возьмем, здесь получится число 16 примерно, двойка за знак лимита, и делим на 0,01. Получается очень большое число. И то есть получится стремиться к плюсу бесконечности. Это очень важно. Но вы не представляете, это тоже еще не все. Это не все, потому что... Попробуем найти на кольный асимптоту. Для этого сначала найдем k. Это предел y на x при x треничемся к бесконечности. Это получается предел 16 плюс x квадрат делить на 2x. Это вот эта функция. И еще x так при x треничемся к бесконечности. То есть у вас получается 10x квадрат, здесь 2x квадрат, то есть 1, 2. У нас есть k. У нас k есть, это 1, 2. А раз есть k, 1, 2, значит можно найти и b. А b у нас равно предел... Вот там x треничемся к бесконечности. y минус kx. Так. Получается предел... y у нас это вот 16 плюс x квадрат деленное на 2x минус... А k у нас 1, 2, минус x пополам. Так. Получается... Приводим к общему знаменателю. Здесь x. x квадрат, если в квадрату уйдут 16 и 8, получается 8. Деленое на x. Это равно 0. То есть b равно 0. Общее уравнение это будет y равно kx плюс b. k у нас это 1, 2, x пополам. И вот сейчас это все нам очень-очень поможет решить вопрос о графическом представлении этой функции. Давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Так. Ну что? Во-первых, мы с вами знаем, что когда у нас функция приближается к нулю, справа, то она у нас стремится к плюсу сконечности. То есть где-то это будет вот так вот выглядеть. Сейчас. Вот так это будет выглядеть. Примерно вот так вот. А еще мы знаем, что когда она приближается к нулю слева, она стремится к минусу сконечности. То есть это будет выглядеть вот так вот. Это закономерно, потому что, в общем-то, нас с вами помним, что функция симметрично относится к началу координат. Поэтому все правильно. Итак, когда 0, 0, 0 плюс 0 сюда, 0 минус 0 сюда. Пока так. Далее. Мы с вами знаем, что есть прямая. Мы ее нашли. Это вот она. Имя этой прямой у равно х пополам. Это, значит, у нас наклонная асимптота. Значит, к ней будет приближаться вот так вот. Вот так вот. К ней будет приближаться график этой функции. Осталось понять, как она здесь вот у нас выглядит. Но мы с вами помним, что в точке 4 у нас функция равна 4. И это у нас минимум. И действительно, посмотрите, она у нас имеет минимум. Надо как-то получше. Это, конечно, через час я стараюсь сделать лучше. А, совсем прям получше. Совсем получше. Значит, смотрите. Получается, что у нас на самом-то деле функция, она вот она, точка минимума. Вот она, 4.4, точка минимума. Получается, сейчас я это продолжу вот так вот. То есть так. И получается, что функция у меня она вот так вот. Вот так вот. Вот так достигает минимума. А потом она бесконечно приближается вот к этой линии. Вот. А здесь у меня что? Минус 4 и минус 4. То есть вот она, точка тоже. Она достигает максимума. То есть она вот так. А потом найдет вот так. То есть вот примерный эскиз этого графика. Вот у нас эта точка минимума. Это, вернее, максимума. Эта точка минимума. Вот. Вот у нас вертикальная асимптота. Это, когда у нас приближается х к нулю слева, то она идет к нулю бесконечности. Когда х приближается к нулю справа, функция идет к нулю бесконечности. Во всем остальном, она стремится вот к этой вот к нему и х пополам. Она никогда ее не достигнет, она будет максимально близка. Как хочешь, настолько и будет близка этой линии х пополам. Вот и все. Надо только правило здесь еще. Смотрите. У нас получается, что от минус бесконечности до нуля функция должна быть выпуклая. Она выпуклая. От нуля до плюс бесконечности она должна быть вогнутая. и она у нас вогнутая. Это может быть в результатом второй производной. Может быть в результатом первой производной. От минус бесконечности до минус 4. Она у нас растет? Растет. От минус 4 до нуля падает? Падает. Вернее, от минус 4 до 4. Падает. И от 4 до плюс бесконечности она у нас растет. Все прям как мы и рассчитали. Дальше. От минус бесконечности до нуля. Она у нас отрицательная. Это интервалы знак обстоятельства. Отрицательная. А от нуля до плюс бесконечности она у нас положительная. Вот это и позволило нам начертить эскиз этой функции. Ну, думаю, на этом пока достаточно. Уже времени очень много. Спасибо вам большое за ваше внимание. Вот. В общем. Всего вам хорошего. Я надеюсь, что все записалось. Надеюсь, что все записалось. Честно. Потому что столько времени главное, чтобы не в пустую. Я надеюсь, что все записалось. Спасибо.